А на сцену мы сейчас приглашаем нашу сертифицированную гениальность поэта, лингвиста, девушку, которая не работает в офисе, которая курит, ругается матом, любит животных и Россию. Резидент Girls Go Show, шоу, которое нацелено на то, чтобы красивые и умные девушки реальны, Кристина Илларионова! Слышно? Спасибо, Ланя, за представление. Так, стоечка мне будет не нужна, я ее отставлю. Ой, извиняюсь. Так, начнем с стихотворения «Крым наш». Очень люблю. Да. Я просто жила за границей полгода, ну, хотела остаться еще подочер, но наступил тот момент, когда пора домой. Вы же не оставили? Нет, 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 они могли оставить, но мне самой захотелось домой. Медленно делали. Спасибо. Может, мы познакомимся, наконец? Тебя, ну, к примеру, зовут Паша, меня Вера, хотя тут скорее Наташа. Благо ты не ведешь меня под венец. У меня большая проблема, Паша. Мне стало душно и неуютно здесь. И, несмотря на то, что Крым наш, мне тесно и с ним, и без. У меня что ни день, то стресс. Планировали далеко и надолго, а вышел какой-то экспресс. Скажи, сколько осталось? Сколько? У меня на тебя стучит, Пабло, но, если признаться честно, не любить тебя, Пабло. В общем, неинтересно. Как заметила выше, тесно, Мне одной бы здесь вместиться. Сколько соли не сыпь, пресно. Не летит кура, значит, не птица. Сейчас будет стихотворение под названием «Месяц не май». Это даже не стихотворение, а поэма, но я ее еще не дописала, и это будет отрывок. Разрезали. Распилили, поделили пополам Одну половину товарищам, другую в карман. Шаг за шагом вступали по головам Добровольно, принудительно, но по строгим правилам. Кабы вы точно указали на мою ошибку, я бы исправила. Тем временем, пока один правил, Другого вроде поправила. Мы-то с годами не молодеем, Но вам, конечно же, желаем здравия. И чтобы не тернистая дорога От ступенек Кремля и дальше по лестнице, прямиком до Бога. До кучи докучали реформами, фактами, Соль в раны сыпали, пугали лярвами. Сколько ни проси воды, вдоволь не утолишь. Тише, тише, мышь, Кот сидит на крыше. Я его не вижу, но там кто-то дышит. Я к вам искренно, с исповедью, А вы все про заповеди, разыгрываете комедии, Но время все проредит, И снова грязами, кругом все вспахано, все перекопано, Чуть-чуть поохали, малец поахали, И все, проехали. А вы бы знали, сколько мы ехали? Для москвича далеко не событие, Что на пути, крутом, за успехами, Порой случаются перекрытия. И отчего же к вам не летается? Неужто птицами, винтокрылами парить не нравится? Потом вы свалите, а мы останемся. Едем в Сочи. И что, я прочитаю? Итак, стихотворение «Воин» или альтернативное название «Держитесь». Так один в поле «Воин» или не «Воин»? Мы не поняли, тот вроде вполне достоин, Но настроен ли? Все так одичали из-за этих воин, Что волей и неволей привыкли строим, И построили свои замки на нейтральном фоне, Свои капитоли и свои престолы, Кто в голове, кто у себя в телефоне. Да простят на нашу вольность ваши устои, Ведь если завтра будет, значит, это того стоит. Резко пулей в другую сторону или Сохраняйте спокойствие и держитесь сильнее, В крайнем случае все снова потелим поровно. Я боюсь, если открою рот чуть шире, Налетят вороны, Все цепочки, все веревки будут порваны, Вы поосторожней там с моей свободой. И с ней так здорово. Здоровья вам крепче узы, Скакать без узды, И когда эти обороты речи будут уже до печени, До встречи. Быть может, позже Перейдем на ты. Дерьмо случается. Мы так долго пытались скарабкаться на эту гору, Что сейчас, если не каждый второй, То третий точно пытается слезть. У тебя все получится. Я обещаю дать тебе пору, А ты мне немного смысла для новых встреч. Я тебе так скажу, отсюда все лучше видно, да, Ближе к солнцу и к звездам и прочая ерунда. Я уже не помню, чем пахнут ночные улицы, Когда пусты. Блин, заболталась с тобой совсем, И чай мой давно остыл. Короче, не отчаивайся. Как говорится, все к лучшему, да и все кончается. Попробуй, не знаю, накачаться, влюбиться. Сейчас весной, это как-то легко у всех получается. Я больше не предлагаю напиться, Хотя инициатива ведь не возбраняется. Я вот опаздываю на годы, Минимум на пару-тройку лет. Не уверена, что точно знаю, какой я пробую. Шучу иногда, что жизнь моя — это чей-то бред. А мой Бог на меня не злится. Он смотрит и улыбается. Короче, попробуй влюбиться, но помни, дерьмо случается. Или делай, впрочем, что хочешь. Когда-нибудь все кончается. А может быть и нет призваний? Его придумал человек. Нам каждому не хватит. Знаю я. Так много же призваний нет. Леня хотел быть гитаристом. Торгует мелкой бытовой. Ночью работает таксистом и радуется, что живой. Сережа славный, а не курит. Ему что день, то благодать он пьет какие-то пилюли И метит олигархом стать. У Кати дети. Она за мужем, а муж за папой. Папа классный. Базара нет. Успех заслужен. И Порше красный. Красный. У Саши Паша. У Насти нос в муке. А я как старших. Пишу стихи в Москве. Разговорились художник Сева. Спросил я. Знаю, чего хочу. Зачем ты села? Куда ты села? Курю, молчу. Да, может быть и нет призваний. Его придумали мы сами. Чтобы оправдывать успех и неудачи небесами. Все как и раньше. Только старею. Мечтаю тоже, тоже пишу. Не страшно, но еще я верю. Не упущу. И Люля прав. И Катя тоже. Да я их вовсе не сужу. Я знаю, что смогу летать. Но позже. Короче, научусь. Скажу. Спасибо.